Всем привет! Прямо сейчас мы с вами будем говорить о дальнейшей судьбе биткоина. Буквально вчера или позавчера он очень сильно пролился, очень сильно упал. И мы с вами сегодня разберем, какая же вообще дальше его ждет судьба, что значит вот этот вот, который напугал всех пролив, вот этот вот, что это значит, что с ним будет дальше, я расскажу возможные варианты, вы уже выберете, которые вам нравятся больше. Но я, конечно, шучу, но я вам расскажу о том, как, я думаю, будет дальше развиваться данная ситуация. На самом деле тут вариантов не так много. Вот у вас перед глазами график биткоина к доллару. Давайте я прямо сейчас вам покажу, что может быть дальше с этим биткоином. Первый вариант, это он возьмет и пойдет сразу отсюда наверх. Он возьмет и пойдет сразу отсюда наверх. Вот как я нарисовал. Ну вот, как-то вот так. Второй вариант, ну вот, примерно да, вот так вот он пойдет, может быть даже чуть-чуть выше. Второй вариант. Второй вариант, он такой, что он не пойдет вот так вот сразу наверх, как я предсказал в первом. А он такой, что пойдет такая вот сейчас на вот этом вот уровне расторговочка. И потом наверх. Это вот такое тоже вполне вероятное событие. Вполне очень такое может быть, что будет расторговочка. Потом наверх опять. И третий вариант, который вполне вероятен, это, ну, плавное падение и опускание до тысяч, так, сорока пяти. Почему до сорока пяти? Потому что здесь хорошая, ну, зона поддержки на сорока пяти тысячах. Вот, вот она, пожалуйста. Да, можно вполне туда пролиться. Вот еще, конечно, зона поддержки. Но, если мы ее пробьем, то следующая, скорее всего, самая сильная она тут. Ну, вот тут еще есть. Но, я думаю, что если будет падать, то до сорока пяти тысяч может дойти. Может дойти. Конечно, будем надеяться, что все пойдет вот примерно как в первом варианте. Вот примерно вот таким вот образом. Лучше, это вот самый лучший вариант. Вполне будет нормально, если пойдет по расторговке. По чуть-чуть вверх тоже будет нормально. Но, будем смотреть. Вот такие вот у меня есть три варианта. Более, самые правдоподобные, самые реалистичные. Вот, я думаю, такие три варианта. Переходим к второй теме этого ролика. А что же делать на этой просадке? Многие решили закупиться на этой просадке. Что сделал, собственно, и я. И сейчас я вам покажу, что я купил и что, в принципе, можно купить. Первое, что я купил, это кава. Пожалуйста. Ну, очень, очень шикарно она пролилась. Ну, кто ее покупал, конечно, для тех, это большая обида. Потому что, насколько сильно она упала, ну, вы сами просто видите, это просто, ну, много, очень много, очень много, очень сильно она упала. Прям обидно, да? Но, для тех, кто ее еще не покупал, это, конечно же, шанс, шанс заработать. Купить ее вот здесь. А потом постепенно, постепенно ждать, пока она вырастет. Ну, очень большая скидка на каву. Я ее купил вот где-то, где-то, ну, примерно вот в этих цифрах. Да, ожидаю, что, конечно, она будет расти. Ну, ну, не знаю, до каких точно цифр, но то, что расти она будет, это как бы, ну, очевидно, как по мне. Потому что очень сильно она упала, а падать так она, ну, не должна была. Идем дальше. Дальше у меня в списке покупок Тета тоже закупил эту монету по рекомендациям. Вот, она тоже, смотрите, как просела очень-очень-очень-очень неприятно, да? Ну, вот, если тут смотреть по процентам, то на 21,5% она, ну, где-то на 27% просела вместе с падением биткоина. Вот, вопрос, скидка большая. Скидка, конечно, большая, потому что тут она была на своих хаях. Была на своих хаях, а тут, бац, вот тут на хаях такая просадка. Ну, должна, должна подниматься, должна подниматься. Эта монета обязательно, потому что эти все монеты будут в скором времени подниматься, я думаю. Ну, если биткоин вообще не обвалится в жопу. Ну, я, по крайней мере, эту монету купил. Что еще я купил? Еще я купил космос. Космос или, если по-другому, то атом. Атом, USDT, вот, ну, не то, не то, не тот атом. Атом, не тот атом, да. Атом USDT. На Бинансе, на Бинансе его надо найти. Вот, вот он, да. Вот, пожалуйста. Вы сами видите, что пролился он тоже, как и все остальные, ну, очень сильно. На 20, ну, да, на 25% он упал, даже чуть больше. И что будет дальше с ним? Ну, вероятнее всего, он, опять же, тоже будет подниматься. Я его тоже закупил, атом на этой просадке. Я купил порядка 6 монет на этой просадке. Я думаю, что он будет в будущем своем, ну, в ближайшем будущем он должен. Ну, а как иначе, он должен будет, ну, подниматься, конечно. Ну, я не знаю, по какой, конечно, траектории, по какой схеме, но должен выходить из этого дна. Да, безусловно. Я рассчитываю на атом, потому что монета хорошая, монета перспективная. И, опять же, дала очень большую скидку. Я очень сомневаюсь, что, допустим, она возьмет и вот сейчас пойдет вот так вот, да. Ну, вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли. Так, конечно, можно сказать про что угодно. Вдруг мы завтра проснемся, да, такие посмотрим, бац, а тут у нас взял и биткоин, упал на ноль. Не, ну, на ноль, конечно, биткоин не свалится, но до тысяч сорока кто знает. Кто знает, конечно, очень бы этого не хотелось всему криптокомьюнити, но кто знает. С чем черт не шутит. Следующее, что я прикупил, кроме атома, это AVEX. Вроде так эта монетка называется. Так. AVEX с USDT, да, да, да. Опять же, когда пролился биткоин, она находилась не на своих хаях, потому что вы сами видите, что вот были у нее хаи. Тут она находилась, когда упал биткоин, и, соответственно, вместе с этим биткоином упала. Упала. Думаю, что будет тоже монетка подниматься, как, собственно, и все остальные. Она дала скидку. Биткоин спровоцировал эту скидку. Думаю, что альткоин будет подниматься, конечно. Вот кто я тут купил, я думаю, не прогадали. Я один из тех, кто купил, ну, примерно в этой зоне. Может быть, даже чуть повыше, ну, да. Ну, где-то тут я купил. И думаю, что должна расти монета, потому что, ну, блядь. А что ж падать все время? Надо расти уже. Вот. AVEX и, в общем-то, наверное... А, CHILIS. Еще одну монетку, которую я купил, это CHILIS. Нет, CHILIS. Сейчас вам ее тоже покажу по-быстрому. Ой, нет, не тут, не тут, не тут, не тут, не тут. CHILIS, USDT. Вот она. Вот она на Binance. Опять же, очень сильно просела. И уже так, ну, хоть по чуть-чуть выравнивается. Вот тут вы сами видите. Насколько она пролилась? Наверное, примерно, как и все остальные. А, нет, она сильнее остальных пролилась. На 32. Я даже не замечал. На 32% она пролилась. Была на своих хаях до беточка, да, получается. Ну, что ж. Тоже я ее купил. Я думаю, что, конечно, я не буду ее в долгосрок держать. А думаю, она в скором времени даст хоть какой-то рост. Хоть каких-то 10, 15, 20% с нее можно будет спокойно. Ну, плюс 20% от суммы, которую вы уложили, с нее вытащить. И я думаю, я это сделаю. Ну, и последнее, что я, конечно же, вам мог бы порекомендовать. Кто рисковый. Ну, без рекомендаций. Это не финансовый совет, конечно. Но я думаю, буду закупать DogCoin, конечно. DogCoin буду закупать. Буду закупать вот уже. Уже вот прям сейчас. Прям сейчас. Потому что он хоть сейчас на хаях находится. Я его уже 10 раз сначала купил, потом продал. Потом опять купил, потом опять продал. Ну, вот примерно по такой вот траектории. Потом опять купил. Несколько дней держал. И сегодня продал по 38 его. И сейчас хочу опять купить. Потому что мне кажется, что зря я продал. Думаю, что он пойдет на, возможно, даже аж на доллар. Ну, аж на доллар. Это, конечно, лишь мое предсказание. И я, конечно, хотел бы, чтобы так произошло. Но вполне вероятно. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем он пойдет на доллар. Так, я вижу, у меня разойдился микрофон. Ну, что ж, буду с вами прощаться. Будем с вами потихонечку прощаться. Показал вам все монеты, которые хотел показать. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на этот канал, кто здесь в первый раз. Ставьте лайки. Здесь много контента по криптовалюте. Сори, что звук в конце испортился. Но надеюсь, что это не помешало вам досмотреть этот видос. Спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok